Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем с вами наше телевизионное занятие по курсу немецкого языка. Напомню, что это второй цикл занятий по немецкому языку для продолжающих. И вот в этом курсе мы предусмотрели два цикла занятий первой и второй ступени по 10 уроков в каждой ступени. И вот этот цикл в основном ориентирован на освоение немецкого языка через тексты страноведческой и культурологической направленности. Вот такие тексты мы подбирали сознательно, потому что те задачи, которые мы вместе с вами решаем в ходе наших телевизионных занятий на этом уровне, на этом этапе изучения немецкого языка, формулируются следующим образом. Мы должны с вами совершенствовать навыки аудирования, чтения и перевода в первую очередь, а затем вот на этой базе, на базе сформированных навыков восприятия на слух, чтения и перевода с немецкого на русский мы можем перейти уже к следующему этапу практики немецкого языка, практики устной речи. Но это уже будет следующий уровень в изучении немецкого языка. Пока что мы с вами на уровне, который условно называется немецкий язык для продолжающих. И напомню, что основное условие успешности освоения немецкого языка, это безусловно активизация познавательной деятельности за счет работы с текстом, за счет освоения с одной стороны системы и структуры языка, через текст, вот текст является основной базовой единицей языка, а с другой стороны через текст мы выходим, или получаем возможность выйти на понимание истории, культуры, психологии, вот то, что принято называть менталитетом, людей, которые говорят на немецком языке. При этом, когда мы говорим с вами о совершенствовании навыков восприятия на слух, нужно помнить, что все тексты, которые мы предъявляем вам в наших телевизионных занятиях, звучат в аутентичной записи, выполненной носителями языка. Таким образом, вот разные голоса, мужские, женские, различные тембры, различные скорости говорения, все это призвано выработать у вас навык восприятия на слух текстов в той ситуации, в реальной жизненной ситуации, в которой вам уже в скором времени, может быть, предстоит оказаться. А может быть, вы уже и имеете возможность практиковаться в немецком языке, и, соответственно, тогда, по мере возможности, вы должны использовать те знания, и связанные с грамматикой немецкого языка, свой достаточно теперь обширный словарный запас, Ну и вот ту информационную базу, которая у вас сложилась к нынешнему уроку, которая касается и климата, и особенностей экономики, и, соответственно, вот чему и был посвящен практически весь этот цикл, особенностям исторического развития Германии, начиная с 9-го и заканчивая 20-м веком. Два последних занятия остаются нам с вами в этом цикле, и мы в этих занятиях в информационном плане должны как-то подвести итоги, вот тому объему знаний, который у нас накопился, информационный объем по основным вехам истории Германии. Значит, мы должны будем этот материал обобщить, и мы должны будем обобщить материал, связанный с особенностями функционирования и структуры глагола, глагольных форм в современном немецком языке. Вот, собственно, этим двум задачам и будут посвящены два заключительных урока нашего телевизионного курса, вот второго цикла из серии «Немецкий язык для продолжающих». Итак, тексты, которые мы с вами будем прорабатывать, они снова как бы ретроспективно уже обобщат всю ту информацию, которую мы с вами проработали в этом цикле. То есть мы вновь обратимся к истории Германии, начиная с древнейших времен и до наших дней. А что касается грамматики, то вот в наших грамматических комментариях, вот в заключительной части, в заключительном фрагменте нашего телевизионного занятия, вот конкретно сегодняшнего, девятого урока мы поговорим и систематизируем все фрагменты знаний о сильных глаголах, о том, как они изменяются по категории времени. И в десятом уроке мы еще раз тоже ретроспективно окинем взглядом весь тот объем информации, который связан со структурой и функционированием глагола. В современном немецком языке тоже подведем своеобразный урок. Вот такие две глобальные задачи стоят перед нами на двух последних занятиях нашего очередного цикла по современному немецкому языку. Итак, начинаем мы, как всегда, с текста. И работа с текстом предполагает уже хорошо известные вам четыре этапа. Первый этап – это аудирование, в ходе которого, напомню, вы должны постараться как можно больше информации воспринять на слух, обработать со слуха, ну и, соответственно, что значит обработать? Это значит понять, то есть извлечь как можно больше смысла из вот той информации, которая вам предъявляется со слуха носителем языка. Второй этап – это этап семантизации, то есть нужно освоиться в содержательной стороне услышанного. И вот этот этап – этап самостоятельной работы, в ходе которой вы самостоятельно читаете и семантизируете текст за счет перевода с немецкого языка на русский. Напомню еще раз, что в ходе подготовки к нашим телевизионным урокам нужно запастись и двуязычным немецко-русским словарем, и кратким грамматическим справочником, чтобы оперативно решать возникающие проблемы, проблемы, возникающие в ходе перевода с немецкого языка на русский. Следующий этап работы над текстом – это наша с вами совместная работа по семантизации текста, в ходе которой я предъявляю вам контрольный вариант буквального перевода текста с тем, чтобы вы могли сверить этот вариант с тем, который получен вами в ходе самостоятельной работы, и по возможности исправить вот те ошибки, недочеты, грехи, которые были вами допущены при переводе с немецкого на русский. И немаловажный этап, в ходе которого я хотел бы вас ориентировать в серии ключевых слов и ядерных предложений, необходимых для составления динататной карты. Ну и попутно, в связи с тем, что мы все-таки читаем исторические информационные тексты, вот попутно я, как обычно, хотел бы вам предложить краткий комментарий, касающийся реалий, слов, описывающих те или иные ситуации социальные, политические, именно собственных, какие-то топонимы. Вот все те элементы, которые могут вызвать трудности и которые встречаются в тексте вплоть до таких своеобразных образований, как фразеологизмы. С этим мы столкнулись уже с вами в предыдущем занятии, когда читали текст, когда работали с текстом, который был посвящен развитию ситуации в Германии после объединения двух немецких государств, то есть после 90-го года. Вот там мы с вами уже встретились с несколькими фразеологизмами, устойчивыми словосочетаниями. Вот тогда я обратил ваше внимание на то, что в немецком языке фразеологизмы, точно так же, как и в русском, они неразложимы на составные элементы, и их нельзя переводить по отдельным словам. То есть нужно сразу же в тексте выхватить зрительно, что это единый смысловой блок и структурный блок, который является фразеологизмом, устойчивым словосочетанием, и его нельзя переводить аналитически, нужно постараться с помощью словаря или самостоятельно, если вы поймете из контекста смысл этого фразеологизма, и подыскать некий эквивалент в русском языке. Вот как мы с вами это сделали на прошлом занятии. Это было краткое вступление, которым я хотел бы предварить нашу с вами активную совместную работу в ходе очередного девятого уже урока нашего курса по немецкому языку для продолжающих. Итак, история Германии. Ретроспективно мы бросаем взгляд на истоки германской нации. Мы поговорим о таких явлениях, как Ганза, о таком историческом деятельности, как Барбаросса. И проследим эволюцию немецкой истории достаточно кратко в первые века существования германской государственности. Напомню еще раз первый фрагмент работы над текстом, фрагмент аудирования, в ходе которого вы должны как можно больше информации постараться освоить со слуха, воспринять на слух и понять в содержательной части, понять со слуха, ну, минимально прибегая, например, к словарю, что вот в условиях дефицита времени, который отводится на этот этап, работы с текстом вообще-то маловероятно. Итак, давайте с вами послушаем текст. 보ее. Am Mittelmeer gab es им um große Reiche. Dort lebten die Ägypter, die Griechen und die Römer. Vor über 2000 Jahren kamen die Römer über die Alpen bis nach Germanien. Deutschland gab es damals noch nicht. Um das Jahr 100 n. Chr. bauten die Römer den Limes, einen hohen Zaun mit Graben. Он должен быть великий германин, который был великий германин, который был великий германин. Великий германин, который был великий германин, который был великий германин. Великий германин, который был великий германин, который был великий германин. Великий германин, который был великий германин, который был великий германин. Friedrich II. 1152-1190, hieß wegen seines roten Bartes Barbarossa. Maximilian I., 1493-1519, gilt als letzter Ritter des Mittelalters. Viele Menschen zogen vom Land in die Nähe von Burgen. Dort fühlten sie sich sicher vor Feinden. Aus diesen Siedlungen entstanden die ersten Städte. Die Bürger in den Städten waren Handwerker oder trieben Handel. Norddeutsche Städte gründeten die Hanse. Die Schiffe der Hanse-Städte befuhren Nord- und Ostsee. Städte gründeten die Hanse-Städte. Städte gründeten die Hanse-Städte, die sind für die Niemes-Städte, die für die Niemes-Städte, die in der Niemes-Städte, für die Kultur und die Geschichte Gerechtigkeit. Ну и не только, наверное, Германии, но и всей Европы, частью которой, безусловно, всегда была Германия. Следующий этап работы по тексту – это этап вашей самостоятельной работы, в ходе которого я предлагаю вам, по возможности, оперативно используя двуязычный немецко-русский словарь и краткий грамматический справочник, оперативно семантизировать. Если не весь текст в подробностях, то хотя бы основные сюжетные ходы текста, основную информационную логику текста, логику развертывания информации в тексте. Ну и нужно будет, по мере возможности, перевести ключевые слова с тем, чтобы правильно расставить акценты, смысловые акценты в данном тексте. Итак, попробуйте теперь самостоятельно выполнить этот фрагмент работы над языком. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Итак, первый абзац в рамках общего текста, который, напомню еще раз, посвящен истории Германии от античности, от древних времен до эпохи Кайзера Барбароссы, то есть, иными словами, Фридриха II, Фридриха Великого и так называемой Ганзы. Как вы уже поняли, здесь присутствуют некоторые реалии, которые тоже, исторические реалии, которые тоже требуют комментариев, в чем я вам и помогу. Итак, первый абзац. Начинаем с перевода, с контрольного буквального перевода. На Средиземном море в древности существовало множество государств. Обратите внимание на такие, именно собственные, как Mittelmeer, Средиземное море, в переводе на русский, древные, эпоха, древность, античность, Altertum, и вот слово Das Reich. Ну, помимо соответствия в русском языке, как Reich, ну, что применительно к эпохе XX века, когда мы говорим о Третьем Рейхе, о фашистской Германии, вот помимо этого значения, это слово имеет и еще одно значение, просто государство. Но приложим этот перевод, и он может быть употреблен только в контексте, когда речь идет о древнем мире. Там жили египтяне, греки и римляне. Обратите внимание, пожалуйста, на названия этносов, которые населяли Европу в ту эпоху. Более чем две тысячи лет назад римляне через Альпы дошли до Германии. Еще одна историческая реалия, вот этим словом Германиен, собственно, и называлась страна и древнее германское государство. Это слово пришло в европейский язык, в том числе и в немецкий язык, и употребляется в исторических сочинениях из латинского языка. И в том числе оно встречается в таких исторических трудах античных историков, как Тацит и в записках о Гальской войне Юлия Цезаря. Германии тогда еще не существовало. Ну вот в данном случае противопоставляются два термина, два названия одной и той же страны. Но одно принадлежит людям из совершенно другой языковой культуры, то есть римлянам, когда они писали и говорили о Германии, Германьен. А вот название Торчланд – это самое название немцев своего собственного государственного образования. Примерно в 100-м году н.э. римляне построили лимес – высокое ограждение сорвом. Вот еще одна реалия, как лимес, оно безусловно должно войти в вашу динататную карту. Он должен был отгораживать римское государство от диких германцев. Примерно в 400-м году в Европе началось великое переселение народов. Великое переселение народов – это исторический термин в русском языке. Ему в немецком языке соответствует термин «Fölke-Wanderung». Многие германские племена покинули свою родину на севере. Вот в этом фрагменте, обратите, пожалуйста, внимание на терминологическое словосочетание, как «германин фölke» – германские племена. Вот в таких терминологических словосочетаниях употребляется латинский корень, а не, собственно, немецкий. И вот почему я считал необходимым в комментарии к первому абзацу обратить ваше внимание именно на употребительность и слова «германиен», и производных образований в современном немецком языке. Как основного способа обозначить ту или иную историческую эпоху. Вот это все присутствует в сочинениях, в современных, вплоть до сегодняшнего дня, исторических работах, исторических сочинениях. В Германии поселились саксы, алиманы и франки. Ну, вот в данном абзаце перечисляются основные, самые крупные германские племена. Многие римские сооружения, например, порта Нигра в Трире, стоят до сих пор. Здесь нам для составления динататной карты, конечно же, нужно и название архитектурной постройки, порта Нигра, и топоним Трир, и вот такой термин, как Bauwerk, сооружение, архитектурное сооружение, постройка. «Карл Великий основал Франкскую империю». Вот эта фраза может вообще рассматриваться как ядерное предложение в структуре текста. Он приказал построить множество пфальций и монастырей. Обратите внимание на такой термин, как пфальц, пфальцен, так назывались средневековые дворцы, которые возводились в эпоху Карла Великого. Он приказал также ввести в свободном государстве школу. После смерти императора Карла государство было поделено. Мы уже говорили в прошлый раз, что сам термин «рейх» восходит к неким вехам германской истории, и не случайно в 30-е годы возникла идея о Третьем Рейхе. Третьем действительно по счету, потому что в германской исторической традиции первым рейхом первой империи считается империя Карла Великого, а второй рейх, вторая империя, это уже следствие имперских амбиций Бисмарка в конце XIX века. Из него позже образовались Франция и Германия. Немецкие императоры средневековья, это Отто Великий, он победил венгров, которые продвинулись до Леха. Лех – это название одного из притоков Дуная. Фридриха II, которого прозвали Барбаросса из-за его рыжей бороды, и Максимилиана I, который считается последним рыцарем средневековья. Многие люди переселялись с окраин поближе к замкам. Обратите внимание на противопоставление слов, которые отражают архитектурные реалии, особенности разных архитектурных эпох в Германии. Мы уже столкнулись с термином «пфальцы» из этой же серии и слова «ди бург». Означает оно, правда, не дворец, который был построен на открытом пространстве, а именно крепость, замок, крепость на горе, на какой-то возвышенности, который был огорожен высокими стенами, башнями и рвом. То есть совершенно различное архитектурное сооружение, но вписывающееся в общую серию наименований замков и аналогичных замковых постровок. Там они чувствовали себя защищенными от врагов. Из этих поселений образовались первые города. «Жители городов были ремесленниками или занимались торговлей». Обратите внимание на литическую сочетаемость «handwerker sein», то есть «заниматься ремеслом», «handel treiben», вот так это будет звучать в словарной форме, то есть «заниматься торговлей». То есть вот такие словосочетания представляют собой более-менее жестко структурированные лексические единицы, которые с трудом поддаются модификации. Обычно употребляются вот в таких единых блоках. Северо-германские города основали Ганзу. Вот еще один исторический и экономический термин реалия. Одновременно Ганза и Ганзе – это торговый союз северо-немецких городов в XIV, XV и XVI веках. Во главе этого союза стояли патриции города Любика. Суда ганзейских городов плавали по Северному и Балтийскому моря. Вот таким образом я хотел бы представить вам и контрольный буквальный перевод этого текста, сориентировать вас в основных реалиях, которые представлены в этом тексте, и сориентировать вас в тех ключевых словах и ядерных предложениях, которые могут вами быть использованы при составлении динататной карты. А нам с вами в ходе нашего телевизионного урока остался фрагмент грамматического комментария, в ходе которого, напомню, я аранжирую, обобщаю в табличной форме в основном для удобства восприятия вот всю ту информацию, которая у нас с вами накопилась к этому моменту изучения немецкого языка. В ходе этого цикла занятий основное внимание мы уделяли глаголу, его структуре и его функционированию. Сложным фрагментом грамматики современного немецкого языка, безусловно, является то, что принято называть сильными глаголами за счет того, что они образуют нерегулярные формы. Да, это исторически сложившаяся группа глаголов. Да, их формы с трудом подлежат какому-то логическому, мотивированному объяснению. Но, тем не менее, мы можем исчислить, во-первых, это замкнутая структура, то есть она подлежит исчислению, и поскольку это все исчисляемо, то мы можем обобщить всю ту информацию, все те знания, которые у нас есть в связи с группой сильных глаголов, глаголов сильного спряжения, в некую единую табличную форму для удобства осмысления, восприятия и для удобства использования. Итак, давайте посмотрим по табличке, что мы должны с вами систематизировать. То есть мы должны систематизировать общее количество наиболее употребительных глаголов сильного спряжения, и самое важное это запомнить с одной стороны основные формы, то есть формы инфинитива, имперфекта, причастия второго и их перевод, поскольку, как я уже сказал, эти глаголы очень-очень употребительны в современном немецком языке. Итак, что это за серия глаголов? Давайте посмотрим. Итак, это глаголы bitten, bleiben и brechen. Биттен, бат, gebeten, bleiben, blieb, geblieben, brechen, брach, gebrochen. Empfehlen, empfahl, empfohlen, essen, ас, gegessen, fahren, fuhr, gefahren. Фрирен, фрор, фрорен. Geben, gab, gegeben, gefallen, gefiel, gefallen. Gehen, ging, gegangen, hängen, hing, gehangen, heißen, hieß, gehießen. Helfen, half, geholfen. Комен, kam, gekommen. Лассян, lieс, gelassen. Лауфен, lieф, гелауфен. Лесен, лас, гелесен. Лиген, лаг, гелеген. Nehmen, nahm, genommen Rufen, rief, gerufen Schaffen, schuf, geschaffen Schlafen, schlief, geschlafen Schlagen, schlug, geschlagen Schreiben, schrieb, geschrieben Schweigen, schwieg, geschwiegen Schwimmen, schwamm, geschwommen Sehen, sah, gesehen Singen, sang, gesungen Sitzen, saß, gesessen Sprechen, sprach, gesprochen Springen, sprang, gesprungen Stehen, stand, gestanden Sterben, starb, gestorben Tragen, trug, getragen Treffen, traf, getroffen Trinken, trang, getrunken Vergessen, vergas Vergessen Verlieren, verlor, verloren Waschen, wusch, gewaschen Werfen, warf, gewarfen Вот тот список Глаголов Сильного Воспоряжения Который актуален Для Разговорной Устной Немецкой Речи На сегодняшний день И вот так Можно Обобщить Вот все те Знания Которыми Мы обладаем В связи С С формами И с переводом Данных Глаголов Данной Серии Глаголов На этом Наше С вами Очередное Телевизионное Занятие Завершено И В заключении Как всегда Я могу Порекомендовать Вам Выполнить Домашнее Задание По той же Схеме В ходе Которой Вы должны Составить Динатантные Карты Составить Компрессированный Текст Озвучить Его В рамках Виртуального Диалога Воображаемого Диалога С собеседником И записав Себя На магнитофон Прослушать Себя И скорректировать Своё собственное Высказывание На этом Я прощаюсь С вами Всего доброго До следующего Урока